Всем привет! С вами по-прежнему я, Кабу. Сегодня я расскажу вам вот такую ужасную вещь, как сонный паралич, который происходит со мной уже очень и очень долгое время, от которой я так до сих пор не сумел избавиться. Я даже не выясняю причины, от чего, но почему, потому что я страдаю не один этим, а много кто, насколько я знаю, но ни с кем лично не знаком, кто страдает чем-то подобным. В чем заключается суть проблемы? Что такое сонный паралич? Это то состояние, когда ты вот-вот, ну ты заснул, но при этом ты еще находишься в состоянии осознания того, что ты как бы и не спишь. То есть наполовину туда, наполовину сюда, как код Шрёдингера, если вы знаете, что это такое. Наполовину ты спишь, наполовину нихуя. И бывает такое, что картинка перед тем, как ты заснул, застывает. Но проснувшись после сонного паралича, когда он проходит, позже я затрону тему, как он вообще, в принципе, проходит, ты видишь то, что ты вообще на другой стороне спал, хотя у тебя все это время картинка была у стены, а просыпаешься ты с картинкой перед глазами, как в комнату. Вот. В чем суть? Ты не можешь двигаться, но ты примерно осознаешь то, что с тобой происходит какая-то неведомая ебанина. То есть какая-то нёх сидит на твоей груди, ну ощущение такое вызывается, что на тебе кто-то сидит. Оно вызывает страх очень сильно, либо кто-то стоит рядом, но тяжесть груди происходит, и это вообще не ужасно. При этом ты не совсем понимаешь, тебе кажется, что это сон снится, или это, типа, какой-то демон пришел жрать тебя. Ну, раньше в каких-то религиозных хуйнях рассказывалось о каких-то существах, которые сидят у тебя на груди, там, какие-то шайтаны ебать, крупно, шайтан, сука, мусора, вот. И, ну, в конце концов, сказали вроде как ученые, типа, это что-то проблема с нервами, чем-то таким, вот. И единственный способ, которым я избавлялся от этой хуйни, я доводил себя до такого состояния, что мне было очень-очень страшно. И когда тебе очень-очень страшно, даже когда у тебя снятся кошмары, ты просыпаешься, потому что умереть во сне ты не можешь, и при сонном параличе тоже. При сонном параличе я пытаюсь издать какие-то звуки, там, крик какой-то из-за того, что это безумно страшная хуйня, а во время этого тебе очень страшно. Ты не понимаешь, что происходит, и звон в ушах, шум, и всякие непонятные, неведомые звуки. И это очень сильно пугает, и ты ничего не можешь с этим сделать, ты пытаешься кричать, но ты не можешь, потому что это ебаный сонный паралич. И бывает такое, что за ночь это может происходить по 10 раз, если, типа, не прийти к этому осознанно. То есть, когда он происходит в первый раз, не стоит сразу засыпать, хотя она сразу пугаешься, обычно. Нужно хотя бы там встать, походить, лицо умыть, там, что-то в интернете посмотреть, мемчик какой-нибудь. И после этого вообще заебись, пить. Бывает такое, что по 5 раз за одну ночь ебучую. Бывает такое, что месяц, полгода бывает, не бывает. Чё, полгода иногда вообще нету никакой хуйни подобного рода. А бывает такое, что, пиздец, сотни раз на ночь, это ужасно. От этого, типа, пиздец, короче, ебаная хуйня, которая, блядь, ебаная. Но с одной стороны, иногда можно реально ловить какую-нибудь смешную хуйню, типа, типа, опять эта хуйня для меня доебалась, когда же она закончится. И просто лежишь, не доводишь себя до лютого страха такой, ммм, а что будет дальше, и сидишь такой минут несколько, хотя там непонятно, сколько это время проходит. Ты думаешь, бля, прикольное состояние. И этот звонный шарф никогда не прекращается. Ну, пока ты и сами закончишь. Ну, если ты научишься, ты можешь этим упадать. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я заебался говорить. Всем счастья и любви, здоровья, всего самого лучшего. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok